Здарова, Клэшеры! С вами Жи, и это очередная порция новостей по декабрьскому обновлению в Clash of Clans. Уже сейчас мы знаем, как будет выглядеть 13-й Танхолл, какой будет осадная машина, а сегодня мы узнали, каким будет новое здание Дефа. Встречайте! Скатршот! Ну блин и названецы. Короче, новое здание Дефа, которое способно атаковать как наземные, так и воздушные войска, причём россияным уроном. Первая цель получает основную плюху, а потом осколки разлетаются по целям, которые стояли за спиной основной цели. Да, сложно, понимаю. Кстати, такой особенный тип атаки может потрепать нервы любителям, например, синяков, вышибал. Ведь стреляя по танкующим юнитам типа големов, пека, гигантов, осколки будут отскакивать прямо в синяков, которые идут за их спинами. А урон тут по-настоящему жуткий. В секунду на первом уровне это здание Дефа наносит 150 урона, а на втором – 180. Для сравнения, арбалет шестого уровня наносит 155 урона в секунду. И не надо тут писать, что арбалет стреляет чаще. Это урон в секунду. Причём поставить на базе можно будет целых две такие катапульты. Но первоначальные цены нового здания Дефа кусаются. Стоимость – 15 миллионов, а улучшение до второго левела – 17 миллионов золота. Строительство займёт 15 дней, а улучшение, догадались, 17 дней. Боже мой, 17 дней – это же больше половины месяца. Просто жесть. Обратите также внимание, что в упор это здание Дефа не стреляет. Видимо, батя этой штуки был мортирой. Причём, что любопытно, драконы со своей стандартной атаки посасывают Бибу и умирают. А вот вальки и варвары находятся в безопасности, если подбегают к этому зданию Дефа вплотную. Ну и помимо этого, новый герой. Похоже, что слухи подтвердились. Новым героем станет этот... Молодой, юный, чернокожий принц. Эх, ну почему, почему именно такой герой? Лично я бы хотел видеть кого-нибудь другого. Типа мушкетёрки из Клош Ройла или какого-нибудь другого юнита. Ну да ладно, посмотрим, что этот герой будет из себя представлять. Судя по тому, что разработчики радуют нас свежей информацией каждый день, скоро мы это достоверно узнаем и сможем опробовать. И тут внезапно наступает часть видео, где напоминаю вам ставить лайки и подписываться на канал, потому что это финалочка. Если досмотрели видео до этого момента, то пишите в комментариях слово Катапульта. Так я буду знать, кто досматривает видосы до самого конца. Ну а с вами был Жи, новости по обновлению 13-го Танхола. Хорошего вам настроения и увидимся в новых видео. Пока-пока.